Природные пожары охватили 26 тысяч гектаров в Пенжинском районе на севере Камчатки. Но тушить их прекращают из-за отсутствия угрозы для населенных пунктов. С прошлой недели там работают две группы по тушению пожаров лесоохраны. Всего задействовано на тушение пожаров порядка 40 человек. Два вертолета с водослевным устройством. Нам удалось за истекший период предотвратить распространение пожаров в сторону населенных пунктов. Мы тушили пожары в районе села Аклан, в районе села Толовка, в районе Каменского и в районе села Слаутная. Все пожары, возникшие на территории Пенжинского района, вследствие прошедших гроз, проходили кратковременные осадки обильные, сопровождающиеся молнией и грозой. В результате возникали пожары на территориях, соответственно, очень быстро распространялись за счет ветра и сухоустойчивой погоды. Как я сказал, площадь пожаров достаточно большая, но сегодня все угрозы для населенных пунктов ликвидированы. По словам Сергея Хабарова, сегодня в районе действуют пять природных пожаров. Но потушить их практически невозможно. Да и затраты бюджета на их ликвидацию в разы превысят ущерб, нанесенный огнем. Пожар К-52, это где-то порядка 100 километров на северо-восток от села Аянка, практически граница с Чукоткой. Его площадь составляет уже около 16 тысяч гектар. Территория большая, но тушить эти пожары невозможно, потому что пожары происходят на обесеченной местности, в основном в горах, в сопках. Горит кедрач, а кедрач он горит очень сильно, с большим дымом. Тушить их практически с применением авиации невозможно. Наземные группы там работать по понятным причинам тоже не могут. Вот поэтому, с учетом того, что угроз для населенных пунктов и объектов экономики эти пожары не представляют, поэтому нами принимается решение о прекращении тушения этих пожаров. Так, в четверг, 27 июня, оперативные группы, задействованные в тушении природных пожаров в Пенжинском районе, должны вернуться в пункты постоянной дислокации.